Дневной разворот Дневного министра финансов Кировской области У нас экономический день продолжается по большому счету Потому что мы во втором части будем говорить О всероссийском экономическом диктанте Который состоится в нашем городе 12 октября Послезавтра На тему сильная экономика, процветающая Россия На базе Вятского государственного университета Нашего опорного вуза Все это пройдет И сейчас во всех подробностях о грядущем мероприятии Нам расскажут, во-первых, Елена Каранина Заведующая кафедрой финансов и экономической безопасности Вятского госуниверситета Доктор экономических наук, профессор Елена Валерьевна Добрый день И Надежда Савельева Заведующая кафедрой экономики Вятского госуниверситета Кандидат экономических наук Добрый день Добрый день Вот, пожалуйста, кафедра финансов и экономической безопасности И кафедра экономики Представленная у нас сегодня Мы, кстати, сейчас в перерыве уже начали говорить О бюджетных процессах Наши специалисты сказали Ни в коем случае нельзя брать в долг Когда вы по нисходящей идете Это вообще-то я говорил А, Николай Голикова это сказал Надо брать в долг тогда, когда у тебя все хорошо Когда все хорошо И у тебя рост идет Когда есть возможность с этими долгами рассчитываться И продолжать развиваться Напомню, что на нашей странице ВКонтакте И на нашем сайте Кирова.ру Есть опрос Участвуйте, пожалуйста Просто свои знания в сфере экономики и финансов Вы оцениваете Пять вариантов ответа Почти как в школе Отлично, хорошо Удовлетворительно, неудовлетворительно Но последний вариант у нас так скромный Полный ноль Полный ноль Полных нолей на сайте Вернее, на странице ВКонтакте 24% Каждый четвертый так оценивает свои знания В сфере экономики и финансов Это говорит о том, что такие диктанты очень нужны А на первом месте в нашей группе ВКонтакте Почти 50% Вариант удовлетворительно Но если суммировать Я полный ноль Удовлетворительно и неудовлетворительно Это получается что у нас? Получается непаханное поле За 80% За 80-90% Как-то вот себя оценивает Ну а на нашем сайте Лидирует вариант ответа Удовлетворительно и неудовлетворительно Что там не подсказывает Что картина показательная Елена Ваиревна С экономическими знаниями у нас Дело в том, что процесс Повышения экономических компетенций Экономических знаний Это процесс, который вас не захватывает В каком-то возрасте определенном Вы достигли 30-летнего, 40-летнего возраста Наверное, это уже поздно Наверное, это уже поздно И начинать работу по повышению финансовой грамотности Конечно, нужно с малых лет И такая работа проводится Действительно у нас в регионе довольно активно Мы, начиная с 2014 года Именно опорный ВУЗ Он взял на себя функцию реализации Программы мероприятий По повышению финансовой грамотности населения Причем охватываем Различные возрастные категории Начиная со школьников Младшего возраста Уже начальная школа Школьники старших классов То есть в рамках программы Подготовлено очень много учебных пособий Методических материалов Ребята выходят, соответственно, в школы Проводят занятия Это студенты уже выпускных курсов нашего ВУЗа Причем общение проходит очень активно И действительно здесь не только уроки финансовой грамотности Не только интерактивные презентации Это еще интеллектуальные игры Это проверка знаний школьников и так далее Тем более мы сегодня расширяем эту работу Углубляем ее в рамках плана мероприятий города По повышению финансовой грамотности Заявок от школ поступает очень много И мы к декабрю месяцу будем уже Проводить серию вебинаров для школ Для учителей, для старшеклассников По вопросам финансовой грамотности Будем рассматривать такие темы Как доходы и расходы По строению личного финансового плана Особенности инвестирования Основы эффективного сбережения Финансовые риски и экономическая безопасность Финансовые рынки Вопросы защиты прав потребителей финансовых услуг То есть это те темы, те финансовые компетенции Которые важны сегодня Еще раз скажу, повторюсь Со школьных лет Простите, это именно в частной жизни человека И в частной жизни человека тоже важны Это слишком тяжеловесный и трудно звучит Нет, ну это во-первых Формулировки такие На самом-то деле лично немножко о другом идет То есть как бы И другим языком Формулировки действительно Они не сложные Формулировки серьезные Формулировки именно такие Которые позволяют Обеспечить Вот эти знания На различных уровнях На различных возрастных категориях Это очень важно И нас Естественно к нашим вебинарам Могут присоединиться любой желающий И сегодня мы должны Действительно отходить От того, что Экономические знания Это прерогатива Только экономистов Или финансистов Экономические знания Они необходимы на любом уровне Вы ведь правильно сказали Вначале, что Нужно правильно Грамотно планировать Свой бюджет Если вы В будущем планируете Взять кредит И ни в коем случае Не на стадии Когда у вас Средств Соответственно Недостаточно Для того, чтобы Покрывать Этот кредит На Западе Такие постулаты Что Средний класс Это Те люди Которые могут Не менее 30% Средств Вкладывать В сбережения Регулярно Конечно Регулярно Постоянно Это и различные Страховые продукты Вот кстати Почему не развиваются Страхования Или имеют определенные Проблемы развития В России Потому что люди Не умеют Планировать Свои финансы Так скажем Свой бюджет Это очень важно Планирование бюджета На любом уровне На уровне Государства Региона Отдельной Организации Отдельной Личностью Отдельной Личностью Семьи Конечно Я почему говорю Что эти все вещи Они в частной жизни Очень интересны Каждому человеку Просто если называть Проинвестирование Можно подумать Что это что-то очень такое А на самом деле Это в жизни Просто по-другому Называется Это обычные компетенции Которым все мы должны Обладать И экономический диктант Он конечно Уже проверка знаний Чтобы мы посмотрели Действительно Реальную ситуацию Некий статус-кво Такой определить На каком уровне Сейчас находится Слушайте Вопрос такой Смотрите Вы говорите Что надо Образование Экономическое Финансовую грамотность Повышать на всех Так сказать Возрастных категорий Со школьниками Со студентами Понятно Вот они сидят Вы пришли Вы им там что-то рассказали На вебинар А с более старшим возрастом Их же ведь очень сложно организовать Конечно Это люди уже Которые работающие Или те которые Люди уже пенсионного возраста Которые в этом нуждаются Причем вот пенсионного возраста Очень нуждаются Потому что они как бы Тоже активные потребители Финансовых услуг Они тоже должны приобщаться К финансовым урокам То есть эти финансовые уроки Для таких возрастных категорий Проводятся различными Организациями В нашем городе Также для них Могут быть Интересной Интересной для них Подачи Это информационные Различные ресурсы В том числе И многие пожилые Уже активные Являются пользователи Интернета Нет-нет Надо на процессе Лавочек внедряться К ним нужно идти Садиться с ними Рядышком у подъезда И давайте Мне кажется Что насчет интернета Не так уж Они активные пользователи Не такие уж Они активные пользователи Судя по тем По тем историям Которые вот есть О том Как пожилых людей Извините Просто финансовые Мошенники Разводят Похоже Что они редко В интернете бывают Иначе бы они все это знали Ну конечно Для них Нужен комплексный В общем подход Отвечу За наши подход Лавочек Это кстати Очень хорошая Мне покажут За тема То есть студентов По лавочкам отправлять Нет У меня была мысль Отправить Хотя бы с брошюрками То есть подготовить Брошюры Разладочный материал Чтобы там Основные вопросы На которые они должны Обратить внимание Были затронуты И мы Распространяли Такие брошюры В 2004 году Я думаю Что можно еще повторить Такое же Я почему именно На пенсионерах Делаю такой маленький акцент Потому что Вот если посмотреть На деятельность Наших финансовых компаний Они же очень любят Пенсионеров Почему У пенсионеров Всегда есть пенсия Никуда он Костоянный источник Дохода Хоть небольшой Но и в среднем То есть он все равно Все заплатит Что там было написано Мелким почерком Поэтому как бы Насчет Мне кажется Им-то это даже Больше нужно Чем молодежи Ну мы вернемся Если успеем Еще немножко К этой теме Пока у нас дело Не дошло До Надежды Савельевой Которая сегодня У нас отвечает Непосредственно За всероссийский Экономический диктант Небольшая пауза Сейчас И продолжим Как раз о диктанте В Кирове пройдет Всероссийский Экономический диктант Елена Каранина Зав в кафедре финансов Экономической безопасности Вятского госуниверситета Доктор экономических Наук Профессор Это первая гостья Вторая гостья Надежда Савельева Зав в кафедре экономики Нашего опорного вуза Кандидат экономических наук Доцент Итак Всех уже ориентируем На четверг 12 число Московская 36 Главное здание ВятГУ Регистрация участников В 9 утра Все Поехали Да, все верно С 9 утра Начинается регистрация участников Продлится она до 10 часов В 10 часов Все должны зайти в аудитории Так как уже начнется Видеотрансляция Непосредственно Самого экономического диктанта Будут выданы Тестовые задания Значит И по этим заданиям Нужно будет заполнить ответы Централизованно все пойдет Централизованно Это не лектор будет стоять Отдельный Нет Это видеотрансляция Причем Это все Очень достаточно анонимно Проводится Так как Каждому участнику Присваивается Свой шифр Свой номер Так сказать И затем Он по этому номеру Следит за результатами Своего экономического диктанта Паспорт не нужно Самый Нужно обязательно Нужно обязательно Желательно зарегистрироваться Вы сказали анонимно Паспорт нужен для того Паспорт нужен для того Чтобы пройти Стены вуза То есть Желательно Предварительно Зарегистрироваться И чтобы списки Эти были Непосредственно У охранников Чтобы пройти Именно на данное мероприятие И на регистрацию Затем уже все проходит Анонимно И абсолютно бесплатно То есть В рамках На базе университета То есть Как бы Третьи лица Так не смогут узнать Да вот мы там Видели Большой чиновник Пошел писать Экономический диктант Как он написал Они узнать не смогут Ни в коем случае Они узнать не смогут Даже обидно как-то Да То есть Это все очень анонимно Будет две категории Первая категория То есть И соответственно Сам диктант Будет рассчитан И сами вопросы Будут рассчитаны Именно на эти две категории Первая категория Это школьники Это учащиеся Техникумов Вузов Колледжей Для них будут Свои задания И вторая категория Это уже студенты вузов И все иные Категории То есть Преподаватели Взрослые люди Пенсионеры Как вы сказали То есть Те кто хотят Именно проверить Тоже свои знания То есть в принципе Любой гражданин Который пожелал Проверить свои знания Он может прийти И вот в эту вторую аудиторию Попасть Абсолютно Любой Да Может прийти И зарегистрироваться На стойке регистрации И пройти конечно же Отвечать на данные вопросы Чтобы узнать все-таки Насколько он Экономически грамотен А можете нам Приоткрыть Завесу некую Что за вопросы-то ожидается А мы не знаем Или вам тоже Это неизвестная информация Нам это неизвестно Мы узнаем это В 10 часов Когда нам включат Эту видеотрансляцию Только тогда мы узнаем Что это за вопросы Это все Совершенно секретно Это будет несколько Тест больше будет Можно выбрать Из нескольких вариантов Можно будет ответ Это будет тест Это обязательно будет тест И в ответах Прописывают Один из верных вариантов Прям в той формулировке В которой должен быть Типа ЕГЭ Типа да Типа ЕГЭ Мне так кажется Больше такие вопросы Которые направлены на то Чтобы выяснить Насколько граждане Способны принять Грамотные экономические решения То есть Может быть Это вопросы Которые касаются Основ инвестиций Экономики в целом Да все что угодно На самом деле Да Все что именно говорит Об экономическом развитии У нас общество Так как тема Даже заявлена Вы видели Да Сильная экономика Процветающая Россия Ну сильно заявлена Сильно заявлена И причем Первый раз Проводится этот Экономический диктант Да И в дальнейшем Его проведение Планируется все таки Ежегодно А тематика Как нам пояснили Будет Исходя из запросов Общества То есть Какие будут запросы В этом плане Такая тематика И будет В анонсе сказано Что организаторы Вольно-экономическое общество Название хорошее Вольно-экономическое общество Такое Как Вольно-экономическое Университет При правительстве Ну любопытно Конечно Было Знаешь И еще Опять же Если говорить Об анонсе Там же есть такая Если я правильно понял Что те Кто не смогут Лично поучаствовать Могут поучаствовать В каком-то варианте Онлайновского опроса Это есть Все верно Да То есть Есть два варианта Участия Первый вариант Когда приходим Регистрируемся И участвуем лично Да Получаем 12 октября В режиме онлайн С 12 часов дня До 12 часов ночи Будет открыто Данное тестирование Можно его пройти там Но единственное В чем тут разница Здесь Первый вариант Когда мы приходим Лично Здесь все-таки Деление на две категории идет А там уже будет Общий Тест Один вариант Для всех Да Один вариант Для всех Да То есть Тут сложно тоже угадать Что там конкретно будет Ну как бы Тут написано Что упрощенный Упрощенный Да То есть все-таки Через онлайн Я буду более грамотным Если пройдет диктант Через онлайн Получить более грамотным Будем надеяться Что да В письменном виде Будут выполняться Те кто придут 12 числа То есть некие бланки Будут розданы Бланки будут выданы Каждому будет присвоен Шифр Идентификационный номер Участника Далее Этот номер Будет известен Этому участнику И он сможет На сайте Проверить Как он все-таки Прошел данный тест Результаты будут Оцифровать Нужно будет Мы будем сканировать Сканировать Эти результаты Будем сканировать И отправлять их Вольное экономическое общество Да Все верно И они уже будут Соответственно Результаты выкладывать На сайте После 25 октября Коду посмотреть Вот что именно Как оценили Да Все верно После 25 октября Можно будет зайти На сайт Всероссийского Обобщающие итоги Этого диктанта Они будут приводиться Конечно Отчет будет Отчет будет Да Все верно Сколько процентов На таком-то уровне Знают Сколько там То есть это можно будет Посмотреть Да Да Это можно будет Посмотреть на сайте Будет аналитический отчет Будут даже предписания Вольного экономического общества О том Какой же все-таки Уровень Значит Экономической грамотности Населения И что с этим уровнем Судя по нашему опросу Готовиться нужно Не к самым лучшим результатам Причем еще Те участники Которые наберут Больше 80% Из 100 В тесте Они будут приглашены Сразу зачислены Будут куда-нибудь Да Они будут приглашены Уже на финал А там что будет тоже Очень финал будет Уже очень То есть уже Ехать надо куда-то Да Вольное экономическое общество И они еще и оплатят Проездку-то Тогда надо поучаствовать Пожалуй А вдруг А вдруг Да Ну вам наверное Как преподавателям Как ученым Интересно Чтобы студенты ваши Поучаствовали Да А вы сами-то будете участвовать Мы сами будем Организовывать данные мероприятия А сами не рискнете Да Нет Мы обязательно пройдем Продифицирование Конечно Нам самим очень интересно Проверить свои знания Свои компетенции Поэтому мы обязательно Пройдем тестирование Приглашение на данное мероприятие Никаких специальных не рассылается Каждый волен сам решать Приходить ему Не приходить Это абсолютно добровольно Добровольно Очень много То есть мы рассчитываем Примерно на 600-650 человек Ну обычно диктанты Столько и собирают Которые проходят у нас Уже традиционно По географический диктант По русскому языку диктант На базе опорного университета Опять-таки Ну здесь вот я не знаю Мне например Вот как вот Просто гражданину Было бы интересно Чтобы как можно больше людей Которые либо в правительстве Либо в муниципалитетах Отвечают за экономическое развитие Либо сами занимаются бизнесом Чтобы они вот этот диктант прошли Это мне кажется Дало бы такую интересную возможность Оценить вот уровень нашего бизнеса Как это на самом деле все выглядит Как-то вот эту аудиторию Поактивнее привлечь Конечно мы всех привлекаем Но опять же я говорю это анонимно Можно я разовью эту реплику Да сейчас Николая Проверить людей Которые ответственны На высоком профессиональном уровне Отвечают за это А скажите пожалуйста Бывает вот такая ситуация Когда человек ну вот В специфике в тонкостях Вот идеально разбирается Прям дока-дока А вот в обыденной жизни У него с этим все плохо И вот посчитать элементарно Какую-то сумму У него не получается Не знаю Вычесть доход с расходом Или нет Или прям вот звание экономист Оно звучит гордо Звучит гордо И прям на всех уровнях И на бытовых каких-то вещах И очень серьезных Вы знаете Здесь можно сказать Я бы сказала О предпринимательских компетенциях Потому что предпринимателем Как вы знаете Далеко не каждый может стать То есть Обладая даже Очень хорошими Экономическими знаниями Не каждый способен Открыть свое дело Развернуться в какой-то сфере То есть он теоретик То есть он теоретик Да, он больше теоретик Необходимо больше внимания Все-таки уделять молодому поколению Здесь, сейчас Ну а уже более старшее поколение Поддерживать в этом отношении Стараться поддерживать Потому что когда эти задатки Правильного экономического поведения Не закладываются с малых лет То есть ребенок постепенно будет Вот этот комплекс знаний у себя формировать Комплекс навыков, эффективных компетенций Не будет принимать в последующем уже Такие плохие решения Еще главное правильно объяснить Как вести себя на финансовом рынке И естественно он будет и объяснять своим родным И сам будет задумываться о тех вопросах Например, стоит ли брать кредит В определенной ситуации Стоит ли обращаться в такую-то организацию За кредитными средствами С высоким уровнем оплаты Ставки То есть эти азы Они закладываются С ранних лет А с другой стороны, Владимир Есть же прекрасный рассказ о Генри Где благородные жулики Разводят одного очень умного фермера Он такой умный Они и так всякого пытаются Такие эмоферы Он все умный Он все знает Он образованный А потом они его просто На наперстках На простых русских На перстках Все Обыграли Обыграли А там нельзя проиграть Я сейчас простите Другую реальную историю вспомнил Вот Елена Валимовна сказала Ситуация Кредит брать Не брать В прошлом году Новость на всю страну Прогремела В каком-то городе Если не ошибаюсь Дельновосточном Или Сибирском Сибирском Водитель Остановленный инспектором ДПС Решил дать ему взятку Пошел в микрофинансовую организацию Взял кредит На взятку Но инспектор у него Не взял То есть человек в итоге Взял кредит На взятку Да Отвечения на взятку Вы немало времени Да уже Внимание уделили Финансовой грамотности Школьников А современная Российская школа Вообще не дает Никаких знаний В этом направлении Или недостаточная Очень там база На ваш взгляд Вообще конечно Такой Поделюсь наверное Своей мечтой У меня экономика была Много лет назад в школе Ну такой предмет Это обязательно У меня в школе Никакой экономики не было Я учился в советской школе Нет вот Я спотелюсь своей мечтой С вами наверное Потому что Финансовой грамотностью Занимаюсь давно Вот Этими проблемами Все таки Отдельный В рамках Общество знания Общество знания Слишком широкий предмет Чтобы рассмотреть В рамках него Вопросы Экономики Которых так много Ну я вам перечисляла Какие-то темы А кто общество знания Обычно ведет Учитель истории Общества знания Да Ну какой из него Сейчас И там кроме экономики В это общество знания Столько всего нагружено Конечно Это основы государства Основы конституционного строя Управления Множество История развития общества Все там вместе Все таки Финансовая грамотность Либо же экономика То есть это Как отдельный предмет Это обязательно должен быть Должен быть Сейчас школа Уже есть Елена Валерьевна Не во всех Не во всех Не во всех Это школа сама Возможно предусматривать Водителей Это региональные компоненты В рамках дополнительных дисциплин В ряде школ Устанавливают Или Но К сожалению Не как обязательные дисциплины В рамках общества знания Такие темы Пожалуй Сейчас вводят В обязательном порядке Но Еще раз Смотрюсь Этого недостаточно Они проходят Они проходят мельком Одна тема прошла Другая Нет такого акцента На очень важную На самом деле Составляющую По большому счету Ребят Жизнь учит На самом деле Учит всех На своих ошибках На своих ошибках На проб и ошибках Ты начинаешь Кое-что понимать В этой теме Либо ничего не начинаешь Понимать Наступаешь На одни и те же грабли Что-то хотите добавить Дополнительно Получайте Экономическое образование Дополнительно К какому-то образованию Это тоже Один из выходов Небольшая реклама У нас сейчас будет Прервемся И скоро вернемся Любой желающий Житель нашего города Может поучаствовать Во всероссийском Экономическом диктанте 12 октября После завтра В 10 часов утра Он начнется В главном корпусе Вятского госуниверситета На Московской 36 Но мы достаточно Уже подробно Анонсировали Это мероприятие Я бы еще напомнил Что все Кто не смогут Прийти в главный корпус ВятГАУ Те смогут Поучаствовать в онлайн Такой же диктанте Со своих компьютеров В 12.00 Закончится В полночь Так что у вас Пожалуйста Времени вагон Ну вы-то Как специалисты Люди опытные Профессиональные Вы предвидите Ведь наверняка уже Какой результат Могут показать Вы же в общем-то В ситуации знакомы Да Она у вас Преклама Занимается много лет Уроками финансовой Грамотности И в школах И в музе Ну Школьников много Вы это оцениваете как Да Ребята ходят Когда приходят к ним Проводить свои занятия Уроки финансовой Грамотности Они видят Что некоторые классы Показывают Не очень хорошие результаты А какие-то классы Очень хорошие результаты Простите Студенты занимаются Тогда Они в рамках волонтерского Нашего проекта Школа финансовой грамотности Уже имеют Целый комплекс Таких Очень интересных Уроков Презентаций Игр Интеллектуальных Для детей Разных возрастных категорий Я помню Где-то у нас Даже здесь Лежат в редакции Те материалы И презентации Которые вы готовили Мы не первый раз Уже говорим На эту тему Очень активно Этим занимаются С большой любовью Что очень радует И когда Сходят в школу Могут обойти Сразу в один день Несколько классов Вот В семнадцатом году Проведено Более десяти Таких уроков В том числе В детских домах В рамках проекта Равный равному С уполномоченным По правам ребенка По Кировской области И сейчас уже сделано Сделано у нас 30 заявок На семнадцатый Восемнадцатый год От школ То есть Причем Будем выходить В школы Сразу в параллель В несколько классов То есть По итогам проведения мероприятий Ребята особенно Простите Это все школы областного центра? Это все Школы Кировской области В районы мы пока не В области? Ну В область С областью мы работаем В рамках Других мероприятий Это Конкурсы Олимпиады По финансовой грамотности Которые Запускаются В начале года А вот эти уроки Они именно в городе Кирове? Вот эти 30 заявок Это от школы города Кирова Там и Близлежащие территории Которые к Кирову относятся Ленгасово Дороничи Тоже охватываем Там школы Тоже муниципальные Да То есть Мы В Кирове Имеем больше возможности Непосредственно выезжать И проводить занятия В область С областью Там активны Очень конечно школы В Кировской области Ряд районов Которые постоянно принимают Участие в наших мероприятиях Поэтому Вот Мое мнение Все же Что школьники Покажут неплохой результат То есть Все равно Выше среднего Я думаю он будет Мы на это очень надеемся И Ребята которые А ребята из Кэплата Придут у нас? Конечно придут Они уже профильные Они обязательно заявились Они кстати На всех мероприятиях Принимают участие Берут Высокие места Достаточно Сам Бог велел Брать высокие места Они же это все изучают Там же олимпиадники Еще сильные Но здесь не только Кэпл Сейчас активны Абсолютно все Учебные заведения Вот что радует Вот буквально Телефон не замолкает Мы Я разговариваю Буквально каждый час С руководителем Какой-нибудь школы Или С заместителем По учебной работе Еще раз призову Вот все школы Включу Которые включились В этот план мероприятия По повышению финансовой грамотности Активизироваться Приглашать нас Мы выйдем В школу В любую Не раз Проведем Интересные занятия С ребятами Которые останутся В их памяти Кроме того Мы еще ребят Всех Награждаем Нашими сертификатами И дипломами Которые потом Могут учитываться При поступлении В нашу университет Вот так вот Там же есть какой еще момент Студенты Волонтеры ходят Преподают эти вещи Там же Когда сам-то проговариваешь Сам-то обдумываешь Перед занятием Лучше начинаешь Материал-то понимать Есть такой момент Когда не тебе преподают А ты уже идешь С этими знаниями Очень много И у них развиваются Компетенции Менее говорить Да-да-да Общение Подача материала Ораторское искусство Поэтому им очень нравится А в чем на ваш взгляд Основная беда Или основные деды Беды вернее Наших людей В вопросах этой грамотности Вот где конкретное упущение Невозможность свой бюджет Подсчитать Невозможность Точно определиться Сколько ты потратишь Сколько у тебя останется Невозможность рассчитывать Риски при общении Где самые проблемы Это у нас Что у нас сейчас проблемное У людей Я думаю Вот это отсутствие У некоторых риск Ориентированности То есть И может быть Спешка В принятии Каких-то решений Ведь сейчас И ресурсы Различные Позволяют Разобраться В каком-то вопросе Более серьезно То есть если вы Решили принять финансовое решение Экономическое решение То есть можно и найти Ответ на любой вопрос Да И в информационных ресурсах Сегодня этого очень много Да и в книгах Да и посоветовавшись Пожалуйста Вот у нас кстати Тоже в Вятском госуниверситете Есть центр интеллектуальных Консультаций Который работает На постоянной основе И люди Обращаются туда С различными вопросами Абсолютно бесплатно Предоставляются Различные услуги В плане консультаций По вопросам Правильного финансового поведения То есть и центр интеллектуальных Консультаций И центр финансовых Если попросту говоря Любой из нас может прийти Сказать У меня вот такой вот выбор предстоит Я не могу определиться С каким-то решением Экономическим или финансовым Конечно Вот в этот вот центр я могу обратиться И мне просто там Ну помогут принять правильное решение Почитать помогут Тем более этот центр Прямо ссылка На главной странице сайта Любой вопрос И мы достаточно быстро Отдаем на него ответ Можно на сайте просто вопрос задать Например Там последний вопрос Который задавали Кафедры экономики Что такое инфляция Объясните простым доступным языком То есть вот людям Даже это интересно А что такое инфляция Нет Потому что дело в том Что людям почему интересно Люди читают Официальную инфляцию Люди считают Свою собственную личную инфляцию Они сходят в магазин Один и тот же Каждый день И потом они начинают говорить Ребята А что же такое инфляция Это условно говоря То что вы можете купить На 100 рублей сегодня Через год Вы на 100 рублей Такой объем не купите И опять же люди у нас уже грамотные И они понимают Что если они будут вкладывать Денежные средства Во вклады и так далее То инфляция все-таки У нас тоже есть То есть они тоже В этом разбираются Ну они должны понимать Что условно говоря Если банк говорит Что вы будете получать Там плюс 10 процентов А инфляция у нас Официальная 4,6 На следующий год запланирована С одной стороны Они как бы деньги приумножат А с другой стороны Вот по бытовой Этой инфляции Получится Да как же Ведь гораздо все быстрее Дешевее Да То есть вот мне кажется Все равно сложно получается Выборкать А мне еще кажется Простите Перебег О каких-то очень сложных Таких вещах глобальных Мы сейчас говорим Вот я уверен в том Что начинать нужно С простого Вот с того же устного счета Вот когда ты Стоишь в магазине На кассе Подаешь купюру В 500 рублей А покупка у тебя Ровно на 300 рублей И когда кассир берет Калькулятор Чтобы вычесть 300 из 500 Вот это меня начинает Очень напрягать Кассовые аппараты Сами вычитают Все уже Мне надо брать калькулятор Вот я очень часто Сталкиваюсь с такими ситуациями Как человек оперативно Не может подсчитать Сколько что Тоже надо подтягивать Нет Это уже правила Математики Арифметики Да Тут уже больше математика А не экономика Деньги это уже счет Это уже кстати закладывается В любом случае До школьного возраста Поэтому школьников И проверяем в первую очередь У нас был фестиваль науки И в рамках фестиваля науки В ВИАТГУ Была как раз Экономическая квест игра И мы приглашали Два дня туда Школьников С родителями вместе Интерес на самом деле Экономики очень большой То есть у нас в аудитории Был огромный поток людей Конечно же Это было в рамках игры Все сделано Но за каждый ответ Они получали денежки Да То есть реальная Экономическая ситуация Когда ты зарабатываешь деньги А затем ты расплачиваешься А деньги это настоящие Или условные? Экошки мы их так называем Условные денежки Но потом они идут в магазин И приобретают на эти денежки Реальный товар И поэтому интерес у них есть А вопросы как раз На экономическую тематику Так вот Так вот Очень много желающих И очень много правильных ответов Они очень быстро отвечают Поэтому Мои предположения Что все-таки Уровень экономической грамотности У нас будет высокий Конечно диктант Выше среднего Выше среднего Я согласна с Еленой Валерьевной Да Потому что на самом деле Исходя из практики Все-таки Интерес к экономике Он есть И у Школьников И у Взрослого населения А вот еще такой вопрос Мы здесь в перерыве Как раз говорили Что в некоторых школах Есть экономика Как предмет В некоторых нет Потому что это Необязательный предмет А вопрос у меня еще такой А специалисты Которые готовы Преподавать экономику Они готовятся вообще В ВУЗе Кадровый вопрос Да То есть Учителя экономики Они готовятся у нас У нас учителя географии готовятся Ой чувствую Сейчас затрагиваем Большую проблему Мне просто вопрос такой Он ничего не значит Учитель экономики Это педагог Да Имеющий педагогическое Образование И также экономическое Образование Дополнительно Ну так же Ну так они есть В природе существуют Конечно Существуют А иначе у нас бы Школьники не были Так подготовлены Тем более сейчас Стандарты высшего образования Практически все Даже подготовки Бакалавров Магистров Там Одна из компетенций Это как раз Образовательная деятельность Преподавательская деятельность Да Конечно И мы Развиваем эту компетенцию И там не только В рамках дисциплины Психологии Педагогика А в рамках Вот таких Интересных мероприятий И конечно же У нас на всех факультетах На всех направлениях Ведется подготовка По дисциплине Экономика Поэтому Они получают Эти знания Определенное число часов Этому уделено Учебных планах Обязательно У кого-то зачет У кого-то экзамен В зависимости от профиля Да От профиля В зависимости от необходимости В данной дисциплине Поэтому они Экономическими знаниями Обладают Вот мы говорим О школе О других образовательных Организациях А что посоветуете Как в семье Внутри семьи Вести себя Родителям Нужно уделять внимание Экономическому образованию Своих детей И каким образом Конечно Конечно Это обязательно Что-то совместно делать Да Во-первых Тоже На простых вещах Пошли в магазин Вместе Там что-то Смотри Столько потратим И так далее Да-да-да Это приобщать детей К разным экономическим вопросам Экономическим ситуациям Приобретать для них Экономические книги Вместе Разбирать Задания различные Тем более Сейчас вот В рамках предметов Если может быть Не знаю Знаете Не знаете Учебники математики Да Очень много Экономических задач И даже на ЕГЭ Потом Не одна еще Экономическая задача Ждет ребят То есть Эти ситуации Разбираются И конечно Детей нужно Постоянно Знакомить Тоже С реальными ситуациями С которыми сталкивается Сам возрослый Вот Некоторые Может быть против Того Чтобы у ребенка Там была Своя банковская карта Но у него Есть карта Да Вот школьная карта Которая тоже позволяет Проездной часы И Расплачиваются Оплаты в столовой В той же И Родитель может Проследить Куда ребенок Тратит средства Постоянно Разъяснять Как Эти средства Должны Тратиться И Какие Основы Грамотного Экономического Поведения Но вот Здесь еще Один нюанс Конечно Ребенок Который еще Не заработал То есть Он не понял Значимость Вот этих Заработанных Денег Он не потрудился Для того Чтобы их Заработать Он Может Иногда Не сопоставить Вот эти Траты Да Какие-то Расходы Поэтому Конечно Нужно Приобщать Ребенка К труду Может быть Тоже За Какую-то Работу Во-первых Мне кажется Приобщать Труду Во-вторых Мне кажется Родителям Следует Гораздо Более Подробно Рассказывать Как Им эти Деньги Достаются Конечно Разбирать Реальные Ситуации А мы Мы тут безусловно Не говорим О таких вещах Как Не знаю Прибери в своей комнате Я тебе за это дам Определенную сону Это конечно нет Вынесем мусор Да Сейчас Есть возможность Детям работать С достаточно Такого Молодого возраста То есть И подросткам В течение летнего периода Работать И на пришкольных участках И там Где-то Да есть программы Городские Муниципальные программы Наверное Не это Можно только Иметь в виду Просто Современный мир Настолько Многогранен Например У одного Ребенка Лучше Одни навыки Развиты И другой Просит Презентацию Какую-нибудь Сделать За этим же Компьютером Или что-нибудь Еще Это же тоже Труд По современным Меркам Ну конечно То есть Ты предлагаешь Монетизировать Свой талант Да Не то чтобы Раньше Было просто Дай списать А сейчас Тариф Ну вот например Я умею работать Ну немножко умею работать Со звуком Например То есть Что-то там Подправить Оцифровать Вот это вот Ну почему я За это не могу Получить То есть Уже у ребенка Развивать Предпринимательские Компетенции В том числе Если он научится Зарабатывать То я думаю Свои деньги Он экономить Точно научится Чтобы развить Предпринимательские Компетенции Вот это уже Такая Можно сказать Параллельная Тема Но этим вопросом Тоже нужно Уделять внимание Со школьных Лет Основы Предпринимательства Они тоже Могут входить Вот в эти Курсы по экономике Это очень важно Буквально несколько секунд В ваших планах Елена Валерьевна Делать какое-то предложение Министерства образования Чтобы расширять Вот эту работу По финансовому Или есть уже соглашение Мы в рамках Нашей деятельности Реализуем Целый комплекс мероприятий Уже встроенный В план мероприятий Но в последующем Еще выйдем С дополнительными Предложениями Обязательно Это К 2018 Году Сформируем Целый комплекс Новых предложений По развитию Системы Экономического образования Финансовой грамотности Для Различных То есть это уже в ближайшее время Потому что 2018 год Уже не за горами Конечно Я же говорю Уже афиши по городу Вещат С Новым годом С наступающим Ну вот повод Собственно Для нашей Новой встречи Встретиться И обсудить Эти вопросы Дополнительно Спасибо На этом завершается Сегодняшняя программа Дневной разворот Елена Каранина И Надежда Савельева Наши гости Мы Николай Голиков И Владимир Сметанин Сегодня прощаемся Ведущая программа Особое мнение Сегодня Юлия Афанасьева Встречайте ровно Через 20 минут А гость особого Азиз Агаев Всего доброго До свидания Субтитры создавал DimaTorzok